Две сильнейшие державы правят на востоке. Столетиями эти гиганты развивались и сражались бок о бок, сражая каждого на пути своего величия. Союз нерушимый двух империй покорил весь восток. Диадох и царь Пергама стали как братья, однако каждому союзу приходит конец со временем, ибо в погоне за превосходством порой даже меч готовы поднять братья друг на друга. И вот в 75 году до нашей эры царь Пергама обдумывал план по завоеванию всего востока. Ему донесли, что бактрицы, что верность свою в большей степени держали селевкидскому императору, пытаются сподвинуть диадоха на разрыв союза и на войну с царем Пергама. Однако царь Пергама, чье имя было Аристотель, не планировал держать оборону и в целом ощущать общий натиск подступающих войск самых восточных земель. Было решено собрать гвардии, что обрушиться на селевкидов, если те задумают неладное. Десятки тысяч отборных и сильнейших воинов Пергама заняли свои позиции у каждой границы селевкидской империи. Среди них была лишь элита, что знал античный мир. И если уж те ворвутся в бой, то покарают всякого. Также, помимо сухопутной гвардии, были укомплектованы множество флотилий, что способны при надобности захватить целый город одним лишь штурмом порта. Не стоит думать, что у Пергама на те годы была единственная сильнейшая армия по составу своих войск. На дальних землях Востока селевкиды собирали тоже элиту. Среди них были как агроспиды, так и серебряные щиты. А также огромное множество царских пельтастов, что помимо сухопутной армии, также составляли и большую часть штурмовых татарей во флотилии у Диадоха. Не забываем также и о бактрицах, что состояние свое срубили на шелковом пути. А также на золоте, что у их народов избытки. И если армия Бактрии не казалась столь могущественной, как у Диадоха, то стоит припомнить о богатствах, ибо если те захотят, смогут собрать армию и пострашнее селевкидов. Аристотель, прежде чем идти в бой и обливать войну, позаботился о бактрицах, в надежде договориться, дабы те в свою очередь не вступали в войну. Отправил он своих лучших политиков, дабы когда началась война, те сумели бы обуздать царя Бактрийского, в надежде, что тот не явится на подмогу селевкидам. И пришел час войны. Предательство, что посеет миллионы смертей на землях Востока, пришло в действие, как и планировал Аристотель. Бактрийский царь не вступился за Диадоха, а потому война и должна закончиться быстро. Аристотель все продумал так, чтобы захватить столь обширной земли селевкидов, удалось менее чем за 5-6 лет. Однако... Итак, война. Первый ход за Аристотелем. Гвардия царя Исиды выступила в Тарсус и без особых потерь взяла город. Второй шаг за гвардией Македонии и Понта. Ударили они по Антиохии, где были размещены одни из самых слабых армий Диадоха. Удар по столице был неистов. Сильнейшие воины пергама под разрывающиеся снаряды пергамских баллист ворвались в город, спокойно преодолев столь огромные стены города. Сражение с царскими пельтастами дало о себе знать, ибо те умудряли сдерживать наступление гепархии часами, пока ударные силы не выбили их из главных стратегических точек города. Много полегло славных воинов, однако селевкидам не удалось сдержать город, и Антиохия пала. Третий шаг был со стороны фракийской гвардии, что земель Армении ворвались к Одессе и без особых потерь оккупировали сей город. Четвертый шаг был за армянской гвардией, что в свою очередь захватили Хатру. Пятый шаг пришелся на гвардию Египта. Задача у них была крайне опасная, ведь их целью был Иерусалим, где была размещена одна из самых сильнейших армий селевкидского императора. Тем временем южнее флот Египта штурмовал Хармуту, и благополучно захватил сей город. Следом гвардия Аравии ударила Геру и покарала город, принеся славную победу в копилку Пергама. На севере земель Скифов три гвардии царя отправились на завоевание земель дальних укреппозиций селевкидов. Таким образом, первое сражение было за Боспорской гвардией, где та штурмовала Амул. На землях Нидии же гвардия Лады вторглась в Газаку, где осадилась и город. В этом поселении стояла тоже одна из самых сильнейших армий Диадоха. Итак, за один сезон в начале войны за Восток начались две из самых кровавых бойни Востока – сражения за Иерусалим и за Газаку. Армии Диадоха были очень сильные. Колесницы, персидские лучники, агроспиды, царские пельтасты, боевые слоны, эпилекты-всадники, серебряные щиты – и это лишь часть того, с чем столкнулись воинства Аристотеля на пути к победе. Битвы шли с невидимым ужасом, стрелы затмевали небо, кровь лилась во всех частях города, где шли битвы. Болью и ужасом сопровождались каждое сражение. Колесницы нарезали по флангам, гепархия крушила под неистовым натиском оборону селевкидов. Отборные гоплиты сдерживали натиск, когда всадники гепархии рвали тылы. Победой закончились две ужасающие битвы. Однако потерь не счесть даже средь элиты Востока. Но нет времени для скорби. Восполняем потери и идем на Диадоха. После тяжелой победы над селевкидами в Иерусалиме двинулась египетская гвардия на Петру, где и был захвачен город. Настало время еще одной битвы разыграть судьбу многих. Одна из тех битв, что запомнится на века. Сражение пришлось на город Тир, где были сконцентрированы морские силы Диадоха. Разбить сей флот – самая главная задача на данное время. Ибо флот, что уйдет из обзора, может разрушить все то, что строилось столетиями. Времени нет, идем на штурм. Портовый город Тир был самым укомплектованным в плане обороны. Не подступиться и не ворваться. Ибо на подступах имеются все возможные баррикады, да и к берегам непричалить, ибо флот селевкидов был очень могуч. Несмотря на превосходство в численности пергамских сил, у селевкидов были царские пельтасты. И именно они были основой частью войск гарнизона и флота Тира. И того, что имеем – 4000 воинов за селевкидами и более 9000 воинов за пергамской гепархией. Однако нельзя забывать о том, что флот был за пергамом, далеко не сильнейший, ибо флот из себя представлял для селевкидов далеко не серьезную угрозу. Флот пергама состоял в основе из дальнобойных пинтер и штурмовых татриер с гоплитами. Ну, сами посудите. Гоплиты или царские пельтасты – кто жестче? Ответ ясен. Ведь отряд царских пельтастов способен разорвать 5, а то и 6 отрядов гоплитов. И так бой начался. Корабли-то ранили друг друга. Снаряды рвали корпуса. Те, кому было суждено встрять в ближнем бою в водах тира с царскими пельтастами, были обречены на смерть, если их не спасут дальнобойные пинтеры. Тем временем на суше грозная элита пергама прорывалась к центру боя. Сражение даже на суше с царскими пельтастами было далеко не легким событием. Хоть наша элита и была способна разрушить строй пельтастов, однако столь узкие улицы сдерживали нашу пехоту, не давая набрать нужной скорости для необходимого натиска. Об ударах в тыл даже не было речи. Тогда в ход были отправлены баллисты, что сумели разбить строй пельтастов в одной из улиц. И тогда все воинство пергама ворвалось и заполнило центр города. Битва за площадь была столь кровавой, что последующий сезон рабы все еще не были способны оттереть загустевшую кровь. Когда битва была закончена, а пергамовая элита заняла город, потери было не счесть. Весь флот, что был за пергамом, практически был уничтожен. Многие из сухопутной пехоты пали. Это была великая победа для пергама. Если бы не наши храбрые войны и их славная смерть в бою, то боюсь не взяли бы город. Все наши портовые города оказались бы под страшнейшие угрозы. После череды тяжелых и героических битв, пергамские воинства за пару сезонов полностью завладели Аравией и Сирией. А гвардии земель скифов захватывали город за городом на Дальнем Востоке, вплоть до Парфии. Все казалось бы хорошо, и план Аристотеля не подвергался никаким ошибкам. Войны уверенно идут к поставленным задачам. А значит войне и в самом деле скоро конец. Однако, Бактрийский царь, что имел чуть ли не ограниченные запасы золота и других богатств, сжелал на фоне тающего диадоха возвыситься и нагнуть Аристотеля и все его элитные гвардии. Бактрийский царь, чье имя было Диамета, смелился отправиться к полководцам Пергама, что вели свои битвы на Дальнем Востоке, и возжелал им предложить огромнейшие суммы денег. Гвардию Скифи ему удалось переманить аж за целых 500 тысяч золотых. Он также пытался переманить доблестного Астробака, что вел босфорскую гвардию, однако ему это не удалось. И Астробак, понимая, что теперь его братья, что вели битвы свои плечом к плечу, придут за ним и его воинством. И по итогу он решил отступить к землям, откуда началось завоевание Востока. Также гвардия Харасмии, что поглотила значительную часть земель Арии, была тоже куплена Диаметом, но уже за большую сумму – 800 тысяч золотых. Когда Аристотель узнал об этом, он был в ярости. Также Диамет убил всех политиков, что являлись знатью Аристотеля и окружали его в начале вторжения. Итак, Бактрийский царь начал войну против Пергама. Он объединился с селевкидами и вывел все свои войска на новоприобретенные земли Пергамской гвардии на Дальнем Востоке. Война началась затягиваться. Тем временем, на самых западных и северных землях Пергама, аурсы, что граничились с нами долгое время, решились на вторжение, и земли Босфора и Фракии были атакованы. Аристотель поник, но держался с виду уверенно. Он велел собрать войска на Кавказе и в Македонии, дабы разбить германцев, что рискнули объявить войну сильнейшему царю Востока. Пока войска укомплектовывались в тыл земель Пергамских, войска, что вели свои битвы на Востоке, продавливались и левкидов все глубже на Восток, вынуждая от тех отступать. Битва за битвы приносила все большие победы. Однако потерь целых двух сильных армий на Дальнем Востоке крайне неприятна, и посему Аристотель велел Абстербаке удерживать земли Пергама до подхода основных сил, что в данный момент передвигаются по землям Митии и Персии. Тем временем бактрийцы продолжали оккупировать ранее захваченные поселения Варии и Парфии. Летом 68-го года до н.э. молот и Гефеста, что были укомплектованы в Македонии, отправились отбивать захваченные поселения аурсами, а также наказывать тех за ущербную и глупую дерзость. Войска Пергама продавливали селекида в Персиде, захватывая поселения за поселением, не оставляя им даже надежды на спасение. Возвращаясь к талам, аурсы даже посмели после грабежей во Фракии отправиться в Малую Азию и разграбить Днекомедию. Однако дальше продолжать свой путь те не решились и вернулись обратно во Фракию. Тем временем на Кавказе армянской гвардии удалось перехватить стоявших в укреплениях аурсов, что намеревались разграбить фасис. Пять армий, что укомплектовывались год на землях Кавказа, понта Армении, выдвинулись под Нистовым маршем в Баспор, дабы наказать аурсов и восставших кемерийцев. Во Фракии, же сезоном позже, Молотом Гефеста удалось найти воюющих волков в Анфии. Теперь задача удержать их до подхода подкрепления, ибо войска аурсов не были слабы. Как-никак огромная рать знатных всадников с переплетением баллист – опасная вещь. И перенялись Молотом Гефеста ждать. Тем временем гвардия Миди захватила Персиполь. Земли селевкидов сократились четыре раза, а от армии Нистовых и след простыл. Спустя сезон, Молотом, что ожидали подкрепления во Фракии, не было дано дождаться, ибо аурсы не намеревались ждать боя, а ринулись сами на вылазку. Полководец Гефестов не был готов к такому сражению, однако ветеран, что вел свои битвы с Кушем, не был туп. И являлся весьма опытным военачальником. Он раздал поручения, отдал все необходимые приказы и рванул навстречу войск аурсов. Ибо если держать оборону, то баллисты разнесут рано или поздно один из боевых строев, и тогда вся армия упадет под яростью германского ига. И так и начался бой. Многие жизни пали в данном бою. Битва была одной из самых тяжелых на тот период событий для Пергамского царства. Однако благодаря военачальнику Гефестов армию удалось победить и разбить аурсов. Баллисты разобрали уже много жизней. Кавалерии Гефестов было сложно прорываться в Авраровский тыл, ибо знатные всадники были повсюду. Пройти в тыл, не сразив их, было невозможно. Тем временем, великий басилев сия Пергамского царства возглавил наступление и отправился на штурм с Дракарта, где и взял без особых потерь сей город. А также новоиспеченные армии на землях Пергама сумели отбить ранее потерянные города Баспори и были готовы к новой войне за Понто-Каспийскую степь. Царь, что вел свои битвы в Персии, каждый сезон имел возможность иметь бактерийских полководцев, развивая всех направо и налево. Однако идти дальше он не решался, ибо потерь уже и так как бы много, а значит лучше стоит дождаться подкреплений. Пока царь сражался в Персии, гвардия, что ступила на земли Персиды, практически полностью оккупировали и завоевали земли селепкидов. Завоевали так, что у Диадоха осталось лишь одно поселение. Тот был раздавлен и никак не смог суметь собрать хотя бы одну достойную армию. Осенью 63-го года Аристотель объявил войну с Кифом и направил все свои воинства в Баспор на штурм всех земель Понто-Каспийских. С Кифов было немного, и армии у них были скудные. Да и город один, войскам Пергама даже путем не пришлось засражаться. Это было больше похоже на геноцид. Теперь настало время втонуться на земли Аруса, что недавно бросили вызов Аристотелю. И так три сильнейшие армии Запада покарали германцев за их вероломность. И наказали их так, что германцам пришлось отступить, да и помимо всего платить дань в течение 50 лет. Тем временем на Востоке продолжалась Великая война. Бактрицы изо всех сил противостояли пергамским армиям, можно сказать, на равных. Им даже удавалось разбить целые армии, что сидели в обороне в только завоеванных поселениях. И наконец день настал. Аравийская гвардия под предвелиством Харби штурмовала БАМ. Последнее поселение селевкидов в надежде на великое сражение Харби привел всех, кто смог сражаться, дабы узрить своими глазами невероятно массовое сражение. Однако селевкиды даже и армию собрать не собрали. А бой это, по сути говоря, и не было. Скорее, если так можно назвать, это была казнь. Диадоха трогать не стали, на удивление Аристотель не желал ему смерти, отдавая уважение за славное прошлое. Царь Пергам освободил Диадоха и всю его семью. А также золото, что оставалось практически в пустой казне, было решено отдать Диадоху. Он не стал оставаться в Пергамском царстве. И отправился Диадох со своей семьей на запад, к берегам Италии. Говорят, что тот помог Риму воспрять и снова подняться. Но как еще можно объяснить восстание Рима из пепла, что был ранее почти уничтожен и практически полностью поражен силами Карфагена в Италии? Это точно Диадох постарался. Тем временем началась бойня в Мерви. Легендарная армия Пергама, гвардия Египта заняла город Бактрии и встала в оборону, дожидаясь подкрепления царя. Надеясь на то, что одного сезона хватит и при поддержке царя воинство Пергама сможет выступить на бактрийскую столицу. На семитысячная армия развеяла эти надежды. Гвардия Египта отрезана, ей некуда больше бежать или же отступать. Афанасий, что вел огромную бактрийскую рать, был одним из самых доблестных полководцев Востока. В войне между восставшими сатрапиями селевкидов он был крайне опытным и сильным полководцем. Достаточно вспомнить лишь о сражении, где он бился с десятитысячной армией Арахосии и смог удалить, тем самым подарил селевкидам очень важную на тот момент победу. И так Афанасий обрушил семитысячную армию на Мерв. Гвардия Египт заняла все необходимые позиции. Битва шла очень долго, был дождь, люди очень быстро уставали и изматывались. Слоны повергали многих в ужас, однако Гепархия сражалась до последнего бойца. Кавалерии даже каким-то образом удалось зайти в тыл, однако этого было мало против отборных восточных копейщиков и пик. Когда слоны прорвались к центру, критским лучникам удалось их поразить, однако стрел не хватило на бактрийские пики. Пилы мы не были израсходованы, а остается лишь держать плотный строй, пока не пойдет последний доблестный воин Пергама. Когда город пал, Аристотель был в ярости и приказал всем войскам обойти Афанасия, дабы тот продолжал двигаться в своем намеченном направлении. Пока тот идет, пусть в Мидии начнется набор, дабы как только Афанасий приблизится, разбить его силы. Также остальным армиям было поручено не сталкиваться в бою с Афанасием, а продолжать идти на Бахтрию со всех сторон, оборвать поставку припасов и занять важные стратегические города, вплоть до Шелкового пути и залежи золота. Афанасий продолжал топить вглубь Пергамского царства, а войска Пергама продолжали захватывать поселения Бахтрии, тем самым уничтожая всю провисию и поставки, а также окружая Афанасия со всех фронтов. Таким образом, понтийская гвардия заняла Александрию Арахосию, гвардия царя заняла столицу бахтрийцев Бахтру и Евкротидию. Когда весь север был захвачен, Афанасий после череды побед над пергамским гарнизоном понес потери, а пополнение не поступало вовсе. Так и сократилась численность его воинства с 7 тысяч до 3. А тем временем в Медии было собрано аж целых 3 армии пергама, что составляли по своей численности более 15 тысяч воинов. Итак, последний и самый главный бой состоялся при Сусии. Бахтрицы перед этим разбили целую армию и город Ниса, однако приготовиться к последнему рывку им не удалось. Армянская гвардия нагнала потрепанную в битвах армию Афанасия, разбила ее, а гвардия царя расправилась с орлами Зевса в Нисе. Таким образом, от Бахтрии осталось всего лишь два поселения, а Афанасий был разбит. Да и по сути он мог бы развернуться и восстановить поставки и пополнить ряды, однако череда побед затмила его рассудок. Да и Диамед скрылся. Вот только куда самим богам лишь известно. Последний бой состоялся за Арею. По источникам Диамед сбежал именно туда, однако когда армия пергама захватила портовый городок, Диамеда уже и дух простыл, ибо тот бежал. Прихватив целую армию с флотилией и всю невероятную свою казну с миллиардами золотых. Говорят, что тот отправился на земли Испании, обогнув всю Африку, но что дальше произошло с ним, это уже тайна, которую нам, смертным, тяжко будет постичь. Но в общем-то говоря, как-то так. Пергам одолел всех и захватил весь Восток. От Ливии до Арахосии, от Скифии до Аравии, от Греции до Бактрии. Владыкой всего Востока стал Аристотель. Пергам правит всеми этими землями, но насколько и надолго, неизвестно ничего. Однако восстание и возможные гражданские войны и междоусобицы снова поделят Аравию, как это всегда и случалось. С огромными и сильнейшими империями. В общем, всем огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Я потратил на него немало времени. Почти как Глобал Сага вышла. Но, хотелось бы сказать всем спасибо за поддержку, ведь именно с вами мы придумали данный сюжет, с теми, кто был на стримах за Пергам. Если вы помните, как раз таки у нас идея Глобал Вара была рождена на стримах, как раз таки, когда мы играли за Пергам. Поэтому хочу сказать, что ждите стримов за Священную Римскую Империю и Новгородскую Республику. Также я буду делать Глобал Вары именно за эти две фракции. Ну и, в общем-то говоря, скоро Глобал Сага за Карфаген в Риме 2. Там будет завоевание, скорее всего, всей карты, поэтому это будет очень круто. Ну и, конечно же, всем огромное спасибо за просмотр, поддержку. Не забудьте поставить Лукас и написать пару комментариев в поддержку канала и, в общем-то говоря, самого контента и формата. Это очень важно. Поднимаем качество и планку качества Тутлуворов вместе. Всем спасибо. Продвигаем творчество. Удачи вам. Вы лучше и помните, знайте. Увидимся на стриме. Субтитры создавал DimaTorzok